В Ненинском округе началась кампания по доставке детей из населенных пунктов на учебу. Чтобы вывезти более 300 учащихся, будут организованы 10 заказных бортов. Первыми в Наринмар прилетели дети с острова Колгуев. Горячий обед после длительной дороги ждет каждого ученика. В ближайшие полгода школа-этернат имени Антона Пырерки станет для детей не только местом учебы, но и домом. Первые постояльцы из Бугрино уже заселились в комнаты. А ты как отдохнула? Чем летом занималась? Много чем занималась. Мы ездили на избушку, на кошки. Что еще? Маме помогало. Мы в походы ходили. До первого сентября еще неделя, а Маша уже готовится к школе. Разбирает чемодан, в котором привезла из дома тетради, ручки и любимые игрушки. Они, как и фотография мамы, помогают пережить нелегкую разлуку с родителями. Рядом с ней будет жить и старший брат. Савелий тоже настраивается на учебный год. Попробую еще больше пятерок заработать, так, чтобы меньше четверок, чтобы все лучше и лучше. Попробую, когда-нибудь, когда буду выпускаться, на одни пятерки попробую. Помимо учебы, чем еще будешь заниматься? Может какие-то кружки, секции или чем будешь после урока заниматься? Не знаю. Может, на волейбол запишусь. Может, кататься буду. В новом учебном году детей из Бугрино, которые традиционно приезжают учиться в интернат, поселят в одном корпусе. Воспитатели считают, такое соседство положительно скажется на поведении и учебе детей. Так, одноклассники живут в смежных комнатах. Всегда можно сходить к другу, вспомнить родной остров и угоститься морожкой. Сколько я собрал? Много. Сколько? Ну, примерно ведер. Два. Десятилитровых. Что с ней делал? Кушал. Волени делал. Пирожки делали. Компот делали. Все. Детям созданы все условия для комфортного обучения и проживания. Четырехразовое питание, школа в двух минутах ходьбы, кружки и секции. В первый месяц детям устраивают походы в лес, чтобы они легко адаптировались к школе. Впереди сложный, но интересный учебный год. Ну, вот эти два года, 2015 год и 2016 год, у нас юбилейные. Мы будем готовиться к 70-летию нашей школы, которая была создана в 1946 году. И в ноябре 2016 года ей исполнится 70. В этом году нас ждет также знаменательная дата нашего ученого-ненца. Это Пирирка Антона Петровича. 110 лет со дня рождения. Помимо Бугрино, школа-интернат примет учащихся из Устькары, Каратайки, Харивера, Харуты, Индьги, Омы и Ниси. В этом году из села на учебу приедут 10 и 11 классы. Из-за непредвиденного ремонта нескольской школы 20 старшеклассников первую четверть проведут здесь. Возможно, на временное обучение в Наринмар приедет и начальная школа поселка Бугрино. Интернат к такому количеству гостей готов. Мы создали все условия для того, чтобы детям было комфортно, чтобы родители не волновались. У нас есть все возможности и технические возможности связываться с родителями. Мы практиковали это уже и в прошлом году онлайн, родительские собрания. Если будет необходимо, естественно, мы это собрание проведем. Технические возможности наши подкрепили. Ожидаем два лингофонных кабинета. Это английский язык и ненецкий язык. В этом году мы хотели бы сделать лингофонными договор сотрудничества заключен. Деньги в пути. И я думаю, что все-таки мы эту мечту воплотим в жизнь. В новом учебном году количество детей может увеличиться до 180 человек. Руководство школы приняло все меры, чтобы получать знания смог каждый из них. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал Север.